Всем привет! Меня зовут Юля, рада видеть вас на моем канале о рукоделии. Сегодня я хочу показать и рассказать о моих вязальных процессах. Их не так много, но для меня несколько процессов это в принципе сложно. Я привыкла вязать что-то одно и уже только после того, как закончу, начинать следующее. Но сейчас у меня супервязальное настроение, вдохновение хоть отбавляй, поэтому вяжу сразу три процесса. И начать я хочу с самого популярного. Я вяжу свитер, бесшовный свитер с круглой кокетки для своей дочки. Точно такой же, как было на мне в видео о моих вязаных работах. И по нему я снимаю мастер-класс, который скоро будет на моем канале. Вот у меня уже связано туловище свитера, тело свитера и рукава в процессе. Храню я свои процессы обычно вот в таких пакетах икеевских. Они плотные, спицы не рвут эти пакеты и очень удобно. Следующий мой процесс, это для меня такой небольшой дебют. Я впервые вяжу себе вещь из хлопковой пряжи. И это будет летний кардиган вот таким ажурным узором, ажурные полоски. Здесь вяжу я его из пряжи Ярнард Джинс белого цвета. Он будет с V-образным вырезом, вот как на этой кофточке. И с длинным рукавом он будет. Но рукава я думаю связать обычной лицевой гладью, чтобы они немного уравновесили вот эту излишнюю ажурность. Потому что, вот я вяжу, она вся будет. Весь кардиган будет ажурный. И мне так нравится этот узор. Он очень легко вяжется. Вот буквально за пару вечеров я связала вот все, что у меня сейчас есть. Вязать я буду регланом. Регланом снизу. Если вам интересно, я расскажу о том, как я вязала этот кардиган. И покажу уже готовый результат. Ну и самый масштабный мой проект. Он такой долгосрочный. Я его в перерывах между другими вяжу. Я вяжу коврик в виде фермы для своей дочки. Началось все с того, что в инстаграм у одной девушки, оставлю ее ник в описании, я увидела такой коврик. Она их вяжет на заказ. Но у нее также есть мастер-класс. Я приобрела у нее мастер-класс и нарисовала вот такой эскиз небольшой своей фермы. И сейчас вяжу его. Коврик этот будет выполнять сразу несколько функций. Пока ребенок маленький, это тактильное ощущение. Потому что все детали коврика вяжутся из различной пряжи. Различной по текстуре, по толщине, по составу. Как говорят, это очень хорошо развивает мелкую моторику. Разные текстуры. Когда дочка подрастет, мы уже начнем играть в игры, то уже будем непосредственно использовать ее как ферму. То есть для игр с животными. И я думаю, что это очень интересная такая вещь. И массу можно идей придумать для игр и для развития. Что мне очень нравится. Сейчас я покажу вам детали, которые у меня уже связаны. Конечно, тут пока все в разнобой. Это вот у нас озеро. Озеро. Тут вот песочек. И от него пойдет ручеек. Здесь же трава, которая, как правило, осока. Это такая растет у болота. Вот эта пряжа очень напоминает ее. Вдоль, рядом с этим озером, будет вот такая лужайка. Вы знаете, вот эта пряжа, когда я связала вот этот участок, эта пряжа очень напомнила мне коврик из Икеи. Там продаются такие, как травка, коврики. Следующий участок это пашня. Здесь я использовала сразу несколько способов вязки и три вида пряжи. Вот этот участок связан из хлопковой пряжи Ярнарта Джинс. Здесь, значит, кусочек, это вязка паркет. Ну, дальше платочная вязка. Ниже просто крючком я вязала обратными рядами столбиками с накидом. Это такая мягкая плюшевая пряжа. Ну, а вот эта часть, это связано пышные столбики поочередно со столбиками с накидом. Я впервые вязала пышные столбики. Мне очень понравился эффект такой интересный получается. Вот. Ну, и сейчас я вяжу землю, которая будет около домиков. Я вставлю фотографии примеров такой фермы. У меня будет она еще и с домиками, и с деревьями, с кустами. То есть, простор фантазии для игр тут не ограничен. Если вам будет интересно, я могу потом рассказать, как я вязала, из какой пряжи вязала, и, конечно же, показать готовый результат. Пишите в комментариях, интересно ли вам это. И вообще, делитесь в комментариях, что вы вяжете сейчас, какие у вас планы. У меня сейчас как раз-таки вязальное настроение. Я хочу вязать без остановки. У меня планы, грандиозные просто планы. Раньше я вообще всегда вязала только маленькие вещи. Там шапки, шарфы. Ну, вот детские кофточки стала вязать, потому что они тоже небольшие. Но после того, как я вязала себе свитер, я его осилила, я поняла, что я могу, я могу связать большую вещь. Поэтому мне сейчас очень хочется навязать себе кучу разных свитеров. А когда смотрюсь видео у девочек на ютубе, так вообще у меня планов громадье просто. Когда бы найти время на все, чтобы это сделать. Ну, сейчас лето. Как раз, думаю, к зиме успею навязать себе что-нибудь тепленькое, интересное. И еще я хотела бы рассказать о законченном вязании. Это вот такие носочки. Вязала я их на заказ с вот таким красивым ажурным узором. И вообще очень забавная история получилась. Когда я связала носки и выложила их фотографии в инстаграм готовой работы, меня там нашла автор узора. С ней пообщались. Она рассказала, что именно она придумала этот узор. За что, конечно, ей большое спасибо. Узор простой и носки вяжутся на одном дыхании. Просто замечательно, а получается очень красивый результат. Ну, а на этом у меня все. Пока больше вязальных процессов заводить я не планирую. Пока я не закончу хотя бы с одним из них. До встречи в моих новых видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить их. И пока-пока. И показать.